Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня я расскажу вам про цикас. Очень красивая пальма, и здесь она растет в открытом грунте, и на этой территории является прекрасным солитером, солистом. То есть все внимание, когда при входе, при выходе, обращается именно на нее. Растет она достаточно медленно, и эта пальма в комнатных даже растениях может достигать в диаметре ствола 20-30 сантиметров. И в принципе вот на открытой территории 40-50, они здесь достаточно распространены. Это шишка, внизу вот такая вот большая красивая шишка. Она выпускает стрелы, и стрела уже разворачивается в 4 листка, потом они становятся резны. Что интересно, если эта пальма у вас растет в тени, и ей не хватает света, тогда вот эта стрела, которую она пустит, будет очень длинная, порядка 1 метра. Для красоты, конечно, этой пальме нужно солнце, нужен свет, и тогда у нее будут красивые по форме листья. Субтитры подогнал «Симон» Так как здесь две шишки почему-то развиваются, вот на этом растении, видите, одна, и вот здесь вот вторая, то листья, стрелы, когда они выпускают, они, получается, и одна, и вторая выпускают, и вот здесь вот в этом месте они, конечно же, друг другу, получается, мешают. Вот это вот от той шишки пришло. Субтитры подогнал «Симон» В субтропическом климате ЦИКОС очень хорошо смотрится на открытых территориях, при домовых территориях, вдоль заборов даже его высаживают, а также используют как отличный солитер, то есть он один в центре участка, сидит и привлекает внимание всех окружающих. Но, к сожалению, в более холодном климате он не растет на открытой территории, и в таком случае его можно выращивать очень хорошо в комнатных условиях, выращивать как домашнее растение. Достаточно он неприхотлив, непривередлив, не требует богатых почв. Почва в основном субпесчаная, легкие почвы, не требует частого полива, будьте аккуратны с этим, потому что у него могут загнивать корни. Корневая система у него не очень хорошо развита. В естественных условиях ЦИКОС любит солнце, может расти, конечно, и в рассеянном свете, но больше всего он любит солнечные места и очень прекрасно на них себя чувствует. В домашних условиях, конечно же, ЦИКОСу нужно тоже солнце, свет. И есть такой момент, иногда, когда ЦИКОС достигает 5-6 лет возраста в домашних условиях, многие жалуются, что он скидывает листву, желтеет листва, то есть он выкидывает эти стрелки, потом нижние листы, они желтеют, их убираешь, прямо близко-близко к шишке убираешь, и таким образом он растет, формирует этот ствол, шишка вытягивается. А в домашних условиях есть такие случаи, что именно вот в этот возраст, в этот период, он начинает по какой-то причине скидывать всю листву, то есть желтеет, и убираешь-убираешь, от него ничего не остается. Не надо этого пугаться, это у него период покоя. ЦИКОС решил отдохнуть, и поэтому просто поставьте его, не выкидывайте, он потом проснется, ему надо несколько месяцев поспать, и просто уберите его с яркого света, с солнца, ну не в шкаф, конечно, не в кладов, просто где поменьше света будет, и совсем уменьшите полив. И через несколько месяцев он проснется и выпустит стрелки, начнет выпускать, то есть этого не надо бояться. Но вот я говорю, что в естественных условиях, когда он растет, я этого не встречала в домашних, а такие случаи бывают. А с вами была Георгиевская Татьяна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, видео было вам полезным. И желаю вам красивых ЦИКОСов на ваших территориях. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok